Один, ноль, пуск! Всем добрый вечер! Всем добрый вечер! Добрый вечер всем! Вы видите, идет трансляция, все! Итак, сегодня самое яркое событие этой гость-дунской кампании Политбат Лобосной. Сегодня у нас в студии два человека. Павел Данилин, известный российский политолог, и Федор Бирюков, видеолог партии Робин. О чем речь? О чем вообще сегодняшняя битва? 19 июля Российская Ассоциация Политконсультантов. А конкретно известный российский политолог Олег Матвеевич опубликовал доклад о шансах малых партий на выборах в Государственную Думу. Вывод Олега был простой. Ни одна из малых партий не сможет пройти в Государственную Думу, если будут так же безмолвствовать и молчать во время избирательной кампании. И вот все партии, которые заявились на эту кампанию, все малые партии набрали воды в рот. Одна партия Родина не согласилась с этой позицией. Поэтому тема сегодняшней битвы Патрия Омуэрто Родина или смерть? Удастся ли партии Родина попасть в новый состав Государственной Думы? Или, как и прежде, они будут считаться малой партией и находиться в самом низу пищевой политической цепочки? Итак, еще раз. Федор Бирюков, идеолог партии Родина и Павел Данилин, известный российский политолог. Правила нашей игры. Ну, первое правило. Ребята, здесь нельзя брониться. Нельзя материться. Никакого мата. Однако, можно говорить все, что хочешь. Это не первый канал, поэтому любые аргументы за или против работают. Для тех, кто смотрит нас в эфире, правила тоже очень простые. Если вы голосуете за Федора Бирюкова, партию Родина и ее позицию, и считаете, что Родина сможет пройти в Государственную Думу, вы ставите красное сердечко в серии лайков. Если вы считаете, что у партии Родина нет никаких шансов и партия Родина не будет в новой Государственной Думе, вы ставите смеющийся смайлик и голосуете за Павла Данилина и его позицию. Кроме этого, вы можете в комментах здесь же задавать вопросы. Три самых задиристых, самых убойных вопроса по три мы зададим нашим участникам. Ну и, конечно, ваши комментарии. Конечно, ваши комментарии. Правила битвы очень простые. Три раунда. В первом раунде каждому участнику дается по три минуты. Они обозначают свои позиции. Во втором раунде у них есть по три минуты. И у каждого, чтобы ответить на те вызовы, которые были в первом раунде. Ну и, наконец, третий раунд это как раз ответы для каждого на три вопроса, которые вы зададите в комментах в фейсбуке. В конце каждому участнику мы дадим по минуте на заключительную сторону. Ну что, начинаем. Итак. Извините. Извините за наши такие заминки. Значит, первое. Позиция Павла Данилена. Партия Родина не пройдет следующий состав в Государственной Думе. Павел, обоснуй. Для начала. Партия Родина пройдет состав в Государственной Думе в числе нескольких одномандатников. Как партия в следующей Государственной Думе мы Родину не увидим. И не увидим ее именно по тому причине, о которой Матвеевич как раз и сказал в своем догаде. Партии, в принципе, нету. Ее не видно. Ее не существует. Даже партия Роста и то более заметна, хотя и несколько смешно, и несколько идиотски в интервете она выглядит, но все равно она хотя бы как-то заметна. Я провел для сегодняшнего мероприятия небольшой анализ медийного присутствия партии Родины. Итак, Яндекс. СРФ 460 тысяч упоминаний. КПРФ 508 тысяч упоминаний. Родина 68 тысяч упоминаний. Разница порядок. Напоминаю, что на прошлых выборах у КПРФ был результат 17%. Делим на порядок. Получается 1,7%. Медиалоги. С 7 июля по 7 августа. Партия Роста. 2500 упоминаний в федеральных СМИ. 5200 упоминаний в региональных СМИ. Справедливая Россия. 5700 упоминаний в федеральных СМИ. 14000 упоминаний в региональных СМИ. То есть разница в два раза больше, чем у партии Роста в федералке. И в три раза больше, чем у партии Роста в региональных СМИ. КПРФ. 7700 в федеральных СМИ. И 17200 в региональных СМИ. Теперь партия Роста. Родина вернее. 868 упоминаний в федеральных СМИ. И 3200 в региональных. То есть разница по сравнению с КПРФ опять же порядковая. Это медиалог. Упоминания. Одна минута осталась. Да ладно, одна минута. Да ладно, одна минута. Ну и хорошо. Это чисто об упоминаниях. И дальше. Смысл в присутствии партии Родины в Государственный Думе нет никакого. Потому что партия не предъявляет избирателю ничего абсолютно нового. Там, конечно, хорошие люди. Мне нравится новый список. Это интересный вариант выдвинуть экспертов в список на передовые позиции. Но надо понимать, что мы все эксперты, все товарищи, которые сейчас в этом списке состоят, они широко известны в узких кругах. Для политического бомонда они, может быть, и что-то представляют из себя. Для избирателя широкого совершенно ничего они не значат. Увы, это так. Тем более будет интересно посмотреть, насколько медийные персоны, или, как говорят еще, говорящие головы, способны принести что-то партии. Это второй аспект. Первый аспект, соответственно, минимум медики. Второй аспект, говорящие головы. И третий аспект, это тот факт, что политическая партия Родина не представляет собой никакой альтернативы ни одной из существующих парламентских партий. Все. Павел, спасибо. Позиция ясна. Федор Биряков с этим не согласен. Партия Родина будет следующим в составе Государственной Думы. Федор, обосну. Начну с последнего тезиса, господин Данилина, о том, что мы не представляем альтернативы. И смысла присутствия партии Родина в Госдуме якобы нет. Я скажу, что смысла Госдумы без партии Родина в ней как раз нет никакого, потому что все четыре так называемые партии, на самом деле, четыре фракции одной партии Государственной Думы, они, собственно говоря, занимаются всего лишь одним, единственным делом. Это утверждают спущенные сверху из правительства или от президента законы. Это дело благородное и нужное, но в современной России этого явно недостаточно. Поэтому приход абсолютно новой, свежей, дерзкой, яркой силы, такой как партия Родина, жизненно необходим. И избиратели это понимают. Вот господин Данилин привел разные сведения из статистики, интернет-статистики, причем сравнивал нас с КПРФ и с другими парламентскими партиями. Я должен сказать, что само по себе освещение в СМИ парламентских и непарламентских партий, оно неравно. И по закону так. Парламентские партии получают априори больше времени, поэтому здесь говорить даже не о чем, не о чем сравнивать. Я бы хотел выступить также против тезиса о том, что мы малая партия. Мы не малая партия, таковы себя не считают. И за те несколько лет присутствия в новом качестве, с 2012 года, вот за 4 года мы обогнали все, так называемые, не только малые, а вообще не парламентские партии по результатам региональных, местных выборов. И буквально дышим затылок, а иногда и опережаем все парламентские партии. Но тем не менее, и по закону, и по негласным понятиям, которые царствуют в нашей медийной среде, СМИ освещают в приоритете те партии, которые сегодня сидят в Государственной Думе. То есть фракции Государственной Думы. И когда мы придем в Государственную Думу, мы, естественно, заберем то время медийное, те пространства, которые нам положены. Я хочу еще остановиться на тезисе, что мы являемся единственной альтернативой всем старым политическим силам, которые сегодня ничего не делают, кроме как штампуют, одобряя законы, спущенные ими сверху. А те законы, которые они сами придумывают, они не выдерживают никакой критики. И даже вот периодически лидеры фракции ругают своих подопечных за некачественные законы. Родина предлагает изменить социально-экономическую систему, поставить ее на службу национальным интересам и интересам каждого гражданина. Все остальные предлагают затянуть пояса и предлагают покорно склониться с теми внешними или внутренними условиями, которые они, как звездочеты, предполагают такими вот условиями судьбы. Мы против такой судьбы. Мы партия Родина, партия народа, партия реальной альтернативы. И мы говорим избирателям, если вы, каждый из вас, хотите изменить свою жизнь, партия Родина это способ это сделать. Проголосовать за партию Родина значит выбрать собственное будущее. Все остальные партии это прошлое. Дальнее, не очень дальнее, но прошлое, и они свое отжили. И они это понимают, и этим вызвано такое ревностное и болезненное отношение к партии Родина с их стороны. Три минуты закончилось. Итак, спасибо. Значит, дорогие мои друзья, вот что я понял из того, что здесь только что говорилось. Значит, вместо того, чтобы обсуждать реальную программу, с чем идет Родина, и с ней поспорить. Значит, Павел говорил про то, что он, как наблюдатель, как эксперт, не увидел партию в эфире, не увидел ее в интернете, просто не видит компании. А Федор говорит просто о том, что нам не дают это сделать, однако мы являемся альтернативой. Три минуты было слишком мало. Слушайте, три минуты это нормально. Вы расскажите мне, подождите. Второе. Программа партии не существует. Стоп, стоп. Нет программы партии. Нет программы партии. Нет программы партии. Это стоп, стоп, стоп. Я зашел на сайт партии вчера, искал целых два часа программу. Скажите мне просто стоп, скажите, сейчас я вам дам слово. Первый раунд закончен. Скажите мне во втором раунде, пожалуйста, почему я должен голосовать за партию Родина, что у вас такого есть в программе. А вы, Павел, попробуйте потом это опровергнуть. Однако подведем итоги первого раунда. Федор, сколько членов партии Родина? Порядка 25 тысяч. 25 тысяч человек. Сколько друзей в Фейсбуке? Шесть тысяч. Шесть тысяч? 25 против 6. Я открываю свой с Facebook, и я не могу понять, нас смотрят... Сколько нас смотрят? Сколько нас смотрят? 19 человек нас смотрят. Народ не сидит в Facebook. А где народ должен сидеть? Где сидят все ваши люди? На что вы жалуетесь? На что вы все жалуетесь? Нет, мы не жалуемся. На что вы жалуетесь, что у вас не показываетесь, если вы даже в Facebook не можете... Нет, вы не можете привлечь аудиторию к своему шоу. Хорошо. Отлично. Переходим ко второму раунду. Я напоминаю, что можно голосовать. Если вы голосуете за Федора, ставьте лайк в виде сердечка. Если вы голосуете за позицию Павла, ставьте лайк в виде улыбающегося, смеющегося смайлика. Кроме этого, задавайте вопросы. В третьем раунде можно каждому задать по 3 вопроса. Переходим ко второму раунду. Итак, почему мы должны голосовать за партию Родины? Три минуты у Федора Бирюкова. Федор, обоснуй! Во-первых, потому что мы предлагаем концепцию национально-экономической политики. Или нового НЭПа, который противостоит как вот этому правительственному либеральному курсу, то есть непротивление злу внешне-экономическому, внутреннему злу. Они предлагают потерпеть, подождать, когда конъюнктура изменится, когда цены подскочат, когда невидимая рука рынка для этих чиновников создаст вновь благоприятные условия. Мы говорим, нет, ждать не будем. Мы создадим сами новую экономическую реальность, исходя из национальных интересов, потребностей нашей страны и интересов каждого гражданина. А чуть не олигархов и не отдельных каких-то структур общества. В этом плане наша экономическая программа объединяющая, прорывная и прогрессивная, в отличие от всех остальных. Ждите в трех словах, о чем программа? Один из главных моментов – это введение социального стандарта достойной жизни. Взамен всех этих позорных нищенских мротов, вот этих средних температур по больнице, мы говорим, каждый гражданин России имеет право в соответствии с седьмой статьей Конституции на достойную жизнь и успешное развитие, на бесплатное образование, бесплатную медицину, то, что сегодня секвестируется практически и то, что сегодня подвержена деконструкции. Мы защищаем эти социальные права каждого избирателя. Это социальные стандарты. Это то, ниже чего государство не должно падать и ниже этого уровня жизни, достойного, причем они нищенского, гражданин жить не может. В чем этот социальный стандарт? Социальный стандарт состоит в массе параметров, включая заработный вклад, условия жизни, условия качества услуг образования и медицины и многое другое. Это целая концепция, которая сейчас разрабатывается. Мы предлагаем в данный момент принять саму идею не затягивания поясов или не тотального ограбления, как, например, предлагают левы, а любое ограбление – это нищета для всех. Мы предлагаем строить экономику исходя из национальных интересов, а не запросов американских банкиров, и рассчитывать на то, что этот подъем экономики скажется не на каких-то отдельных отраслях, а на жизни каждого избирателя. Вот почему партия Родина – народная партия, а не партия, защищающая те или иные кланы. Как это обстоит – дело со всеми остальными. Кроме того, на международном уровне мы также оставим приоритет национальных интересов. О том, что нехватка вот этого понимания среди чиновников и государственного управления о том, что национальные интересы должны идти в первую очередь, мы видим каждый день. Несмотря на все усилия президента по укреплению суверенитета и вообще по созданию этой идеологии суверенитета российского, который сегодня получает популярность и в Европе, кстати, и в Америке, между прочим, не случайно вот эта компания Трампа, она имеет такой русский оттенок по своей сути. Мы говорим, что национальные интересы не должны уходить из внимания государства никогда. Будь то война, будь то мир, будь то Олимпиада. Это тоже отвергается всеми остальными партиями. Остальные партии хотят с кем-то договариваться, как правило, в ущерб нашему народу. Все понятно? Павел, почему это не сработает? Социальный стандарт Родины почему не сработает на выбор? Я пытался найти программу Партии Родины, чтобы выступить подготовленным. На сайте Партии Родины нет программы этой партии, на сайте Партии Родины нет списка кандидатов от Партии Родины, поэтому мне, например, приходилось базироваться на довольно-таки странных публикациях о северокавказском списке Партии Родины, который возглавляет в Дагестане какой-то человек по кличке якобы киллер, как пишут разные СМИ. В общем, на таких публикациях пришлось базироваться. Поэтому я, собственно, не знаю ничего о стандарте, о котором говорит Федор. К сожалению, практика показывает нам, что представители Партии Родины, которые есть в Государственном Думе, голосуют ровно так же, как голосуют единороссы. Господин Журавлев, член фракции «Единая Россия», голосовал всегда, так же, как голосовали единороссы, за все проекты, которые вносило правительство Российской Федерации. Партия Родина точно так же солидарно выступала с «Единой Россией» на губернаторских выборах. В частности, они, в принципе, не выставили своего кандидата ни в Орле, ни в Воронеже, ни в Липецке. Поэтому говорить о том, что они чем-то отличаются от партии «Единая Россия» можно только в том, что Путин поддерживает «Единую Россию», а Родину он не поддерживает. Вот и вся разница. Вот и вся разница между «Единой Россией» и Родиной. Поэтому наличие партии Родины в Госдуме просто теряет всякий смысл при наличии там «Единой России». Аналогичным образом, левацкие идеи некоторых представителей Родины находят в себе отражение в практике КПРФ. Социалистические представления партии Родины находят в себе отражение в практике «Справедливой России». Националистические представления находят в себе отражение в практике ЛДПР. Все эти четыре партии выступают за суверенитет внешней политики Российской Федерации и поддерживают политику Владимира Путина. Зачем здесь нужна партия Родина, я в принципе понять не могу. Объяснить это избирателю в принципе невозможно. Именно поэтому я абсолютно убежден, что партия не наберет 5%. И я бы хотел, конечно, и надеялся бы на то, что эта партия набрала бы 3% и получила бы государственное финансирование. Таким образом она бы получила бы ступенечку для того, чтобы обрести свою самость и на следующих выборах выступить не клоном уже существующих партийных структур, которые находятся в Государственной Думе, а самостоятельным предметом. Павел, ты уложился даже меньше, чем в 3 минуты. Значит, тогда подведем итоги второго раунда. Во-первых, насмотришь целых 26 человек. Хотя я вам должен сказать, что анонс передачи последовало больше 2000 человек. 24. Так, теперь по лайкам. Тань, сколько лайков? Сколько за кого лайков? Что-то я тут не вижу. Сейчас скажу, сколько. 11. 11 лайков. Рано еще лайкать-то. Надо через лайк. Пусть тенек посмотреть. Это да, это да. Нет? Тань, сколько за кого? 3 сердечка и 1 смеющийся смысл. Пока, тем не менее, побеждает Федор. Это значит, что партия Родина до сих пор сидит в офисе и голосует за Федор. А вот, кстати, нет. Два человека сидят в офисе. А вот, кстати, нет. Мы никогда вообще не ведем такой практики сажать кого-то и голосовать. Ни на одном проекте. Ни разу. Принципиально. Это я вот ответственно заявляю. Никто у нас в рабочем порядке, ни за кого не голосует. Отлично. Это 100%. Тем не менее, давайте подведем итоги второго раунда. Значит, все, что я услышал. У партии Родина есть программа, которая называется «Новая экономическая политика». И состоит она в том, что в России необходимо ввести единый социальный стандарт, в котором будут закреплены все минимальные социальные гарантии, которые государство обеспечивает своим гражданам. Правильно? Минимальные гарантии развития, я подчеркну, нищеты, а развития. Это один из пунктов программы. Павел считает, что все, что делает партия Родина, то же самое, что Единая Россия, только без поддержки президента. И никакого отличия программы партии Родина от Единой России не существует. Ни программы. Программы никто не видел, кроме специалистов из партии Родины. Ерунда. Мы же говорим сейчас о программе партии. Программа партии принята в 2013 году. Да где ее почитать? На сайте. Ну не нашел. Так вот это проблема эксперта. Эксперты не находят. Нет, нет, стоп, стоп. Если эксперты не нашли, выборная программа еще не опубликована. И мы об этом заявили, у нас есть. А почему? Потому что мы ее сейчас пишем вместе с нашими избирателями. Да вы списки не опубликовали. Наши педагоги, да, списки сегодня зарегистрированы в ЦИКе сегодня днем. И завтра утром они будут опубликованы. Уже настоящие списки без всяких. А что, это такая проблема, публиковать списки? Нет, это не проблема. Мы просто хотим, чтобы это все было чисто, как бы не гнать вот эту горячку. Мы публикуем списки, когда они зарегистрированы. То есть вы специально вводили в заблуждение избирателя, чтобы он не знал, кто там был, где будет баллироваться. Мы как раз не вводим в заблуждение. Потому что там были некоторые изменения, не желая вводить никого в заблуждение, мы как раз публикуем их после регистрации. Второй момент, вот программа 2013 года, она как раз состоит из семи статей Владимира Путина и статьи Дмитрия Рогозина. О чем вы говорите? О том, что мы взяли путинскую программу для себя, путинские идеи, а не Единая Россия. Отнюдь. И лидер Единой России, не Путин. Ну, попытайтесь доказать это. Так, нет. Итак, друзья, у нас остался третий раунд. В третьем раунде у нас есть вопросы из зала. Я нашел пока три вопроса для Федора Бирюкова из того, что есть в ленте. И не нашел ни одного вопроса пока для Павла. Я обзорил его понятен для своей аудитории. Она полностью согласна со мной. Федор, итак, вопросы были первые. На один вопрос ответ, я думаю, ты уже подготовил. Вопрос, почему в списках нет глазивая Рогозинка? В списках партии Рогозинка. И это, по мнению наших читателей и зрителей, могло бы дать возможность попасть в следующую биржу. Ну, потому что этих политиков нет в списках. Потому что они сегодня занимаются совсем другой работой. Сергей Глазев, это советник президента по экономическим вопросам. Занимается целым рядом, в общем-то, научных разработок. Во многом Дмитрий Олегович Рогозин, вице-премьер российского правительства. Курирует оборонку, космос и так далее. Они свой вот этап парламентской политики уже прошли. И было бы очень плохо, с моей точки зрения. И жаль для страны, если бы они вернулись откатом в это пространство парламентское. Они будут поддерживать эту партию? Это люди, которые партию создавали? Они поддерживают. Каким образом? Рогозин был и остается основателем партии. Они, например, Сергей Глазев дал добро на использование всех его экономических разработок в программе. И они используются. Дмитрий Олегович Рогозин, я уверен, постоянно следит. Но есть, как бы, задачи сегодняшнего момента. И то дело, которым эти люди занимаются. И они не должны возвращаться назад. Тем более, что партия Родина достаточно сильная организация, чтобы, в общем-то, ее не надо было тащить уже такими паровозами. Мы сами вполне справляемся и сами, понятно, нашим избирателям нас поддерживают. У нас активное ядро избирателей, это миллион человек, которые за нас голосовали на всех тех выборах. И в отличие от того опроса Левада Центр, другие опросы и интернет-голосование демонстрируют совершенно другие настроения избирателей. Хорошо. Есть еще вопрос, где посмотреть программу, но мы об этом уже поговорили. На сайте. На сайте. На сайте. Родина.ру. Есть еще маленький вопрос. Какой результат вы планируете получить на выборах? Я могу сказать, что мы получим 5%, если вообще ничего не произойдет в общественном сознании, если уважаемые эксперты убедят, что избирателям не нужна никакая альтернатива. Вот если вот такая болотная иллюзия возобладает, мы получим минимальный 5%. Если нам удастся зацепить, особенно тех избирателей, которые последние годы не ходили на выборы, или ходили только голосовать за Путина, но и за какие партии, мы получим гораздо больше процентов. Так сколько минимум? Минимум 5% это, если вообще нам ничего не делать. Вот за счет нового социального стандарта. За счет того, что наша программа и вообще партия Родина отвечает интересам и чаяниям избирателей. Партия Родина сегодня это национальный фронт, который выражает интересы русских, россиян, всех тех, кто не просто здесь работает, а здесь живет и считает Россию своей Родиной, нашу страну. Хорошо. Тогда следующий вопрос, как раз касающийся сути вашего социального стандарта, задают товарищи в Фейсбуке. За чей счет вы планируете эти социальные стандарты выполнять, учитывая, что денег в бюджете все меньше и меньше, учитывая, что доходы бюджета снижаются? За чей счет вы предлагаете не сжимать, а расширяться? За чей счет перераспределения системы пополнения бюджета? Из оборонки денег? То есть Рогозин, кто-то скажется от денег на оборонку, отдаст на социальный стандарт? Вы же перебиваете сейчас, как настоящий журналист. Извините, извините. Как на Первом канале. Тем более, что я не журналист. У нас бюджеты формировались до сих пор, исходя из конъюнктуры внешнеэкономической, и рассчитано было все на долларовые инвестиции, главным образом. Вот когда доллары и инвестиции прекратились, правительство столкнулось с непреодолимой проблемой, к которой они относятся мистической, как древние жильцы, к проявлению злой воли божества. Мы говорим, что надо всю экономическую систему перенаправить, во-первых, на рублевые инвестиции, на привлечение рублей, на поддержку отечественного производителя, на поддержку во многом автортичного производства в России. И вот за счет этого, за счет перераспределения сверхприбыли, госмонополии в том числе, за счет перераспределения бюджетной политики во многом, мы получим те деньги, которых, как говорит Единая Россия, нет. Но они есть на самом деле. Эти деньги есть. Их просто нужно достать и направить на народное хозяйство, а не на олигархов и не на элитные группы. Все понятно? Вопросы к Федору ясны. Осталось вопросы к Павлу. Никто вопросы к Павлу не задает почему-то. Есть? Какой вопрос? Как Родине нужно определяться с нашей? Я посмотрел этот вопрос, я не понял, что хотят сказать. Если можете конкретизировать, то, пожалуйста, конкретизируйте, что это с нишей. Как Родине определится с нишей? Вопрос Павлу. Где ее избиратели? Как Родине определиться с ее нишей? То есть вам задают вопрос, как партии Родины можно победить на выборах, Павел. Где ниша партии Родины и за счет чего можно и победить? Вот такой был вопрос. Для начала я еще раз повторю, что выбор франкменов в качестве экспертов, уважаемых в сообществе, но при этом вряд ли широко известных публике, мне не представляется успешным. Я очень хочу посмотреть на результат Родины, чтобы понять, насколько в принципе эксперты могут принести партии голоса. Нужен, конечно, был бы один, именно один, потому что понятно, что люди голосовали за Рогозина, а не за Глазиева в 2003 году. Сильный, популярный, известный лидер. Журавлев при всем уважении к нему таковым не является. За Журавлевым есть, по-моему, уже десяток партий, из которых он переходил туда-сюда обратно. И, конечно, вопрос лидера. Это первое. Второе по поводу электората. В 2003 году Родина избралась с хорошим результатом за счет того, что играла на настроениях патерналистически настроенного электората, используя так называемую тему природной ренты, которая при этом уже была реализована партией «Единая Россия» в формате закона об НДПИ. При этом, вторая часть, извините, у нас был перерыв. Нужен был, первое, сильный, харизматичный лидер. Второе, я подвел анализ под тем электоратом, который голосовал за партию в 2003 году. Это был триумф тогда. Сейчас необходимо уникальное, а не уже существующее на политическом рынке, предложение для избирателя. Таким предложением, к сожалению, уже не может быть ни русский национализм, ни идея посадок Чубайса, потому что все это уже отыграно. И, как выяснилось, что русский национализм не принес партии «Родина» никаких успехов в 2005 году. Вряд ли он принесет это и сейчас, учитывая провал всяких КРО Поткина-Белова. НДПИ, вернее, Поткина-Белова. Да и, честно говоря, не очень-то успешное создание партии «Великая Россия». Поэтому, как мне представляется, сейчас наиболее оптимальным электоратом для любых партий левой направленности являются пенсионеры. Наиболее уникальное предложение для пенсионеров является наиболее адекватным для прохождения в парламент. Также, теоретически, можно было бы играть на стороне военных и правоохранителей, но этот электорат уже занят ЛДПР. Хорошо. Если не Родина, то кто может занять место Родины? Если Вы считаете, что Родина не пройдет, кто может занять из малых партий ее место? Ни одна из партий малых не сможет добиться результата Родины. Я прогнозирую, у Родины результат около 3%. Остальные партии, даже Яблоко, будут чуть-чуть иметь меньше, чем Родина. Соответственно, у Яблока менее 3%, у партии Роста около 2%, у Парнаса около 1%. Хорошо. Давайте попробуем подвести итоги нашего сегодняшнего эфира. Три раунда закончилось. Значит, нас всего смотрело 246 человек на сегодняшний день. 30 перепостов было. Значит, а что у нас с лайками, Тань? Кто победил? В новой публикации. Сейчас скажи, секунду. Там идет обсуждение, да, можно посмотреть. Ну вот смотрите, 2 лайка за партию Родины, я вижу. И 5 вообще сложно сказать. Нет, 4 за Павла и 2 за Родину. Нет, 5 за Павла, так что в новой публикации. 5 за Павла и 2 за Родину. Да? Да. 5 против 2. Надо было сажать. Я предлагаю каждому сейчас дать по одной минуте сказать все, что он хочет. Вот по этому самому главному вопросу попадает до Родины в следующий Госдуму. Начнем с Павла. Завершить все Федор. Мне крайне симпатична как сама партия, так и ее идеология извода 2004-2005 годов. Мне очень симпатичны люди, которые находятся в списке сейчас. Я имею в виду представители экспертного сообщества. Это во многом мои коллеги и друзья даже. И, безусловно, я бы хотел, чтобы эта партия проявила гораздо больше, скажем так, незалежности и самости, как таковой. И выступила бы, как я уже говорил, с уникальным предложением для своего избирателя. Тогда я не исключаю того, что я, как давний сторонник Единой России с 2003 года, мог бы в том числе и посмотреть на эту партию как на ту политическую силу, которую можно было бы поддержать. Однако в настоящее время я не вижу перспектив в этой партии. Спасибо. Федор, одна минута. Мне жаль, что наш уважаемый эксперт не видит, не знает или не чувствует чего-то. Но я должен сказать, что партия Родина это не партия экспертов, не партия политтехнологов, звездочетов или жрецов. Это партия избирателей, партия граждан России, которые собираются изменить жизнь так, как они считают необходимым. В соответствии с национальными интересами, с нашими традициями, в соответствии с логикой исторического развития России. Поэтому партия Родина неизбежно пройдет в Государственную Думу, насколько она необходима. Она отвечает интересам подавляющего большинства населения России. И ее программа, это программа построения новой достойной жизни в нашей стране. Не терпеть, не затягивать пояса, не ждать, когда невидимая рука рынка отпустит свою железную хватку. А самим строить свою жизнь, самим создавать новую страну. Как это делала партия Родина, которая никогда ни у кого не просила помощи, а первая всегда приходила на помощь. И в Крым, и на Донбасс, в Приднестровье. И сейчас мы приходим готовы вместе с избирателями нашими прийти на помощь государству, которое находится в структурном, идейном, экономическом кризисе. И всем вместе исправить эту ситуацию, которую создали наши предшественники. И строить будущее. Строить будущее здесь и сейчас. Для каждого из нас. Для наших потомков. Во имя процветания народа, во имя Великой России, во имя тех идей, которые заключены в этом прекрасном и русском, исконном нашем слове Родина. Родина это все мы, каждый из нас. Спасибо большое Федор, спасибо Павел. Я хочу вообще подвести итоги сегодняшней нашей битвы. И вот что сказать. Во-первых, я должен сказать, что то, что партия Родина согласилась сегодня сюда прийти, для этого им понадобилось, мне кажется, огромное мужество. Потому что стоять за столом, за схваткой с кремлевским политологом, это, конечно, не каждый выдержит. Это наше любимое развлечение. Это ваше любимое развлечение. Но что произошло сегодня? Павел поступил, мне показалось, очень хитро. Он вытянул вас в экспертное обсуждение и начал говорить о том, что он, как эксперт, не нашел программы, что он посчитал какие-то публикации, что он не увидел слабый список, что он не увидел нигде в интернете рекламные кампании и так далее. И вы, Федор, мне показалось, в самом начале на это дело купились. И начали говорить, что нет, все не так, нам эфиры не дают, хотя мы стараемся, программа на сайте и так далее. И здесь-то вы и увязки. В конце, когда вы все-таки вернулись в настоящую политику, когда вы наконец-то сказали то, что я ждал, что вы за Родину, что вы за Донбасс, что вы единственная партия, которая билась за ДНР, что вы, значит, помогаете Приднестровью, что вы за Русский мир, что вы патриотическая партия. Вот этого ведь все ждали, за это пойдут голосовать. И мне кажется, в конце вам все-таки удалось найти вот эту нить, о чем и как людям говорить. Вот мне показалось вот такая интересная штука. Хотя вы сами, Федор, эксперт, и прекрасно, так сказать, ориентируйтесь. Моя дискуссия должна логично развиваться, и создается вопрос, и я не ухожу от них, отвечаю на них. Это вопрос, а так сказать, все дураки, вот давайте сменим повестку, это, мне кажется, слабо относится. Владимир Вольфович, только так и действует. Ну, мы не Владимир Вольфович, и ему не поражаем. Сейчас все ждут просто. Вот сейчас просто пустота стоит. Пустота стоит. Я хочу сказать, что ты абсолютно прав. Пустота, потому что все ушли на каникулы. Конечно. Любой, выходи, говори, яркие идеи, и все тебя услышат. Мы даем возможность, ребята, давайте вперед. Ну, где они, идеи-то? Это же от нас с вами зависит. Вот поэтому ваше шоу и открылось, и я думаю, здесь будет как раз это. Я поздравляю всех с началом этой большой, яркой дискуссии. Спасибо коллегам, что пришли. Спасибо большое. Все, ура. На этом наша первая трансляция заканчивается. И я прошу всех, кто считает, кого пригласить на следующую передачу, писать мне в фейсбуке, писать в комментариях под этим постом, с кем нужно провести следующий батл под названием «Обоснуть». Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok